Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поднимите руки, кто сегодня пришел первый раз Первый раз пришли Поэтому и у вас через три года Будет то же самое, что и было у предыдущего спикера Вы должны в это верить И кто в это верит, через три года вы тоже окажетесь на этой сцене Поэтому что вам нужно сейчас сделать, это сидеть и изучать очень усердно эту компанию и действовать Теперь что вы должны знать Как я должен заниматься бизнесом И вот сегодня я здесь для того, чтобы поделиться с вами Поэтому особенно слушайте те, кто сегодня пришел первый раз Но вы должны верить, что если вы сделаете все так, как вам говорят То через три года вы будете членом лидерского клуба Это означает, что вы станете успешным человеком А что такое успех? Она же сказала только что Что такое успех в нашей компании? Тот, кто живет сбалансированной жизнью, их называют успешным человеком А что такое сбалансированная жизнь? Наша компания сделала четкое определение сбалансированной жизни Что нужно делать? Нужно хорошо жить Нужно учиться Нужно любить И делиться с окружающим Вот что такое сбалансированная жизнь Иными словами, успешный человек в Атаме считается тот, кто живет сбалансированной жизнью Когда мы смотрим на империал мастера Ким Йон Сук Она представляет собой образ успешного человека Да, она стала империал мастером, она очень хорошо зарабатывает, она хорошо живет Но несмотря на все это, она ездит по всем зарубежным представительствам и тоже обучается до сих пор И она старается до сих пор, старается то, чему она научилась, поделиться со своими партнерами И естественно, те заработанные деньги, которые она заработала своим трудом, она помогает своим партнерам Она служит для своих партнеров То есть это настоящий успешный человек Это определение успешного человека нашей компании Сегодня где-то около 700 человек посетила наш академию Я тоже уверен, что вы тоже будете жить такой же жизнью Правильно? Я, правда, в Казахстане, очень удивляюсь Вообще, на самом деле, когда я думаю о Казахстане, я очень сильно удивляюсь Потому что когда только Америка открывалась, я был у истоков открытия По сравнению с тем, как открывалась Америка, Казахстан сейчас ведет бизнес просто на отлично Это очень здорово для вас Вот у вас есть член роялского лидерского клуба Владимир, который действительно очень усердно работает Да, конечно, так как уже наша компания и история уже приличная Поэтому сейчас открытие новых предприятий становится немножко легче Теперь позвольте мне представить себя Я пришел на работу в компанию в марте 2009 года И когда я пришел в эту компанию, я понятия не имела, что я пришел в сетевую компанию Я работал больше 15 лет в компании, которая производила запасные части для автомобилей В 2008 году председатель Пакхангиль позвонил мне В то время я находился в Китае, где я работал над строительством завода по производству автомобильных частей И он сказал, что ты делаешь? Я сказал, что я очень занят, потому что я строю завод в Китае Через три месяца он опять мне звонит Что ты делаешь опять? Я сказал, что я теперь обучаю работников, которые будут работать на этом заводе Через три месяца опять звонит Мне же неудобно И я сказал, что я приехал в Китае И я сказал, что когда я приеду в Корею, я обязательно к тебе заеду А я спросил, а чем вы сейчас занимаетесь? Он сказал, что небольшой бизнес делаю И вот в январе 2009 года я пришел на какой-то такой маленький семинарчик Тогда было где-то 500 человек на этом семинаре И тогда был семинар, проходил два дня, я все два дня слушал семинар И председатель спросил, ну как тебе? Я сказал, о, хорошая И я сказал, ну я поехал в Китае Но мне было неудобно перед ним всегда И в феврале месяце я ему сам позвонил Я сказал, если я приду в вашу компанию, чем я там буду заниматься? Он сказал, короче, давай быстрее приходи, не спрашивай Поэтому я в 2009 году 3.1 года я там оказался Я вообще понятия не имела, что такое дистрибуция, что такое сетевой бизнес И вот в марте месяце, когда я пришел в компанию, я сказал, ну и чем я теперь должен здесь заниматься? И он мне сказал, вот я собираюсь открывать MLM бизнес, мне надо зарегистрировать эту компанию И вот начиная с марта месяца, на протяжении шести месяцев я готовил документы и мы через шесть месяцев открыли, зарегистрировали компанию На то время, товар оборот нашей компании в то время был даже меньше, чем в Казахстане Это в 2009 году Это был маленький товар оборот, меньше, чем сейчас вы имеете в Казахстане Прошло 10 лет Наша компания очень быстро выросла И в Казахстане тоже будет самое Так же? Вы верите в это? В Корее, несмотря на то, что компания существовала даже три года, не было у нас роялского клуба Поэтому для вас это вообще настоящее счастье, что у вас уже есть члены роялского клуба А, 그래서, я 등록하고 난 다음에 또, 이제, 회장인데, 제가 на 미국 가겠다, 그랬어요 Я сказал, а теперь, наверное, надо в Америку ехать, я председателю сказал А, в то время, только Корея была зарегистрирована под этот бизнес Я сказал, я поехал в Америку Он говорит, нет, не поедешь Я сказал, ну тогда, причину объясни, почему я не поеду Он сказал, что компания не готова еще В Америку, если открывать, нужно инвестировать, у нас нет денег Вторая причина У нас еще нет ни одного успешного лидера Кто поедет в Америку и будет рекрутировать там партнеров Я сказал, ну еще что тогда Насколько мне известно, ты даже не знаешь английский, куда ты собрался ехать? Через два дня опять мы с ним разговаривали Он говорит, нет, не поедешь Через два дня опять я сказал, я все равно поеду Он тогда сказал, как хочешь, так и делай И таким образом, в феврале 10-го года я поехал в Америку Я поехал в Америку Я поехал в Америку Я поехал в феврале и 20-го мая мы уже открыли представительство в Америке За четыре месяца Я поехал в Америку Я поехал в Америку Поэтому то, что вы сейчас открылись Там вообще товарооборота не было В 2010 году 6 в Москве В Someă седьм Brian он миллиард hawтерооборот как бы там открыли Детに 400 тысяч долларов только было 나 Секомен Поэтому я хочу сказать, что тогда когда открывали Америку Они работали намного хуже чем вы Но для чего мне надо было отправиться в Америку? Я хотела проверить одну вещь. Первое. Я хотела проверить, будет ли продаваться та продукция, которую мы продаем в Корее и в Америке также? Особенно хима хим. Почему? Потому что западные люди, они вряд ли делают какие-то отвары, страфы и употребляют для улучшения здоровья. Я был уверен, что если хима хим будет продаваться в Америке, то бизнес атоми состоится. Еще одна вещь, которую я хотел проверить. То есть хима хим, это была первая страна, куда Корея экспортировала хима хима. То есть Америка. И я хотел проверить, как же маркетинг план нашей компании будет применяться в разных странах мира. После шести месяцев я получил уверенность, что это получится. Я получил уверенность, что атоми будет выходить на все страны мира и будет успешно развиваться. И вот после этого я был очень занят. Я сказал, все, в следующем году я открываю Канаду, Винкувер. И в 2011 году я поехал в Канаду и открыл Канаду. Когда мы открывали Канаду, у нас вообще не было денег. И тогда мы всего наняли одного человека в этот офис. Один человек работал в офисе. Но важна, я хотел вам сегодня показать, как у нас шло становление нашего бизнеса. Но что я лучше всего сделал, это то, что я положил начало. Скорее есть такая пословица, начало полдела откачало. Если вы решили, что вы теперь будете заниматься этим бизнесом, и вы будете успешным. Это означает, что вы уже наполовину стали успешным. То, что я действительно правильно и хорошо сделал, это то, что я начал. Это то, что я начал бизнес в Америке. Я начал, но кто-то помог, встал вместе с нами и реализовал этот бизнес. Поэтому все, кто сегодня первый раз пришли, что вам нужно в первую очередь сделать, это начать. В АТОМе не получается не потому, что здесь трудно работать. Я не хочу, чтобы не начать, потому что вы не приняли решение и не начали этот бизнес. Поэтому, если вы начнете, через 3, через 5 лет, вы обязательно станете членом лидерского клуба. Я являюсь тем человеком, который на себе испытал, в эти 15 лет истории нашей компании. 15 лет, я говорю одно и то же. Если вы начнете бизнес с АТОМ, вы обязательно будете успешным. Вы видите, что за 15 лет как развелась компания. Поэтому я с уверенностью об этом говорю. Потому что я являюсь доказательством этого. Я действительно со скоростью света путешествую по всем странам мира. Как вы думаете, почему? Потому что я хочу всем рассказать, что АТОМ это успешный бизнес. Я еще 15 лет назад говорила о том, что АТОМ это состоявшийся бизнес. Но тогда у нас вообще ничего не было. У нас не было продукции. У нас не было толком веб-сайта. У нас каталога не было. У нас не было успешных людей. У нас не было зарубежных представителей. Сейчас вот вы видите красивые съемки. Не было ничего такого. Это была та компания, о которой никто ничего вообще не знал. Но и при этом даже, вы видите, сколько успешных людей мы имеем на сегодняшний день. Сейчас все знают и все могут узнать, что из себя представляет компания АТОМ. Я вам показываю карту Америки. Вот здесь вот, в самом левом верхнем углу, это представительство Америки. Там, до сих пор, это представительство там находится. И сверху над этим находится Винкувер, Канада. И вот представьте, с 10-го года я езжу туда. Вот оттуда я сажусь на самолет и прилетаю в Даллас. На самолете только пять с половиной часов надо лететь. С сотрудниками, с двумя сотрудниками. И вот весной 2011 года я приехал на семинар в Даллас. Как вы думаете, сколько человек пришло на семинар? 7 человек пришло на семинар. Мы взяли зал на 100 человек, пришло 7 человек. Как я должен здесь семинар проводить? 7 분을 모시고 4 часа семинар проводить. Я провел в течение 4 часов семинар для семерых. А, и вот здесь, в Далласе, в Далласе, в Далласе, в Далласе, мы переехали в Хьюстон. А, и в Далласе. На семинаре в Хьюстон пришел один человек. Ну, все равно, что теперь? Надо сделать семинар. Вот одному человеку в течение 4 часов я читал лекцию. То есть, иными словами, когда мы только начинали этот бизнес, приходили один, три, семь человек на семинар. Вот так вот, и в Хьюстон, и в Хьюстон, мы переходили во Флорида. Вот на Орландо, Флорида. Там Атланта. И вот так вот, по западной стороне, мы поднимались. Торонто, и в Америке до Торонто. И на каждом семинаре не приходило столько человек, как у вас приходило. Здесь, в Атланта. Здесь, Атланта. Атланта. Атланта здесь, а где у вас есть? Я спросила, а сколько туда человек приходит? Он говорит, что три человека обещали прийти. Но он уже договорился, я должен был ехать. На машине мы едем до Шарлотты, и кто-то позвонил. И один человек сказал, извините, я не смогу посетить семинар. Потом мы приехали в гостиницу, делали чек-ин, опять кто-то позвонил. Он сказал, я не могу прийти на семинар, вы не можете сейчас прийти. И я сказал, все, иди, и сейчас проводи семинар. И вот в лобби, мы пригласили его в лобби, и опять в лобби для одного человека проводил семинар. Я сказал, вот уже шесть часов начала семинара, все-таки, наверное, этот последний человек придет. Прошло 30 минут, действительно только один человек пришел. Но этот человек говорит по-английски. Такой был белокурый человек. А я же не умею говорить по-английски. Я попросил извинения. Я сказал, давай пойдем в столовую, я тебе расскажу об атоме бизнесе там. Он говорит, хорошо, окей. Поэтому все мы семинары отменили. И мы где-то уже было пол-восьмого, мы поехали в столовую. Я сказал своему сотруднику, ты будешь переводить. И я говорил про атоме, пока нас не выгнали из этой столовой. Как вы думаете, что я ему говорил? Я сказал, наша компания очень хорошая. У нас продукция очень хорошая. У нас маркетинг очень крутой. Поэтому если все так хорошо, ты же можешь быть успешным в этом бизнесе. Но тот человек, который это слышал, сейчас находится в звании роял мастера. Так получилось, что значит нужно было ему послушать в тот день семинар. Я говорю, когда я встречаюсь с тобой, когда я встречаюсь с тобой не встречался, я не знаю, как бы меня изменилось в моей жизни. Иными словами, такие чудеса будут происходить, и у вас также. Этеми, это тоже начало, и она тоже началась с мамой. Поэтому все, кто сегодня пришел первый раз, у вас будет тоже первый такой опыт. Вы будете приглашать своих партнеров на семинар, они скажут, что придут, и они не придут. Не разочаровывайтесь. Вы сидите и ждите до последнего. Надеемся, что он придет. Вы говорите, что я приду ради своего партнера, вы не пропускайте семинар. Вы должны верить в это. Вот так вот, на такие далекие расстояния, я сколько раз ходил, сколько раз я ездил? Больше шести раз. Потому что я, как бы, в Сиэтл, я переехал на самолете, поехал в Чикаго. Потом, в Сиэтл, я переехал на самолете, поехал в Чикаго. Потом, по западному побережью. До Винкувера. И вот так два раза в год, начиная с запада на восток, с востока на запад, шесть раз я вот так ездил в Америку. А, один раз вот такое произошло, в Деппо. Деппо. Деппо, где-то там. Деппо. Деппо. Деппо, где-то. Я сам, своими собственными руками, снимал все постеры, которые я вешал, и поднялся в гостиницу, и много думал. Я думал, как сделать так, чтобы наши партнеры посещали семинары? И вот так, с первого семинара, когда ни один человек не пришел на семинар, сейчас сотни человек приходят и посещают эти семинары в Деппо. Как вы думаете, почему они не пришли на семинар? Потому что они не знали, что такое Атами. Конечно, может быть, это было из-за того, что у меня не было таких способностей их привлечь к семинару. Но больше было то, что они не знали Атами. А теперь они знают, поэтому они приходят на семинары. Поэтому и у вас тоже будут такие ситуации, как и у меня. В 2022 году я в ЛА에서 семинар 한 적이 있습니다. В 2022 году у меня был опыт проводения семинаров в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе, где-то 40 человек пришло. Я делал лекцию, прочитал лекцию. Я два часа провел семинар, потом небольшой перерыв был. И когда уже я начал проводить третий час семинар, вот впереди кто сидел и сказал, может быть, уже хватит? А, 그래서, 왜 그러시냐고. А я сказал, а что, что случилось? Я уже два года занимаюсь этим бизнесом, у меня ничего не получается. А ты сейчас мне говоришь, что Атами получается. Но когда я слышу вашу лекцию, кажется, что получается. И поэтому я на тебя смотрю и думаю, ты, по-моему, мошенник. То есть, я тебе не могу доверить. Я сказал, хорошо. Давай я закончу семинар и потом поговорим. И еще два часа я провел семинар. И полдесятого мы закончили, тогда я его позвал. Вот тот человек, который сказал, что у него бизнес не получается, сейчас он тоже роял мастер. Я спросил у него, почему ты в прошлый раз мне так сказал? А что он мне ответил, знаете, когда я тебе такое говорил? Я сказал, ты меня очень сильно обидел своим вопросом. Но он так последнего говорит, что он этого не говорил. Это всегда так. Если вы будете успешными, вы ничего не будете помнить, что у вас было до этого. А если вы не будете успешными, вы будете все помнить, что у вас было в прошлом. Поэтому я не хочу, чтобы вы помнили свое прошлое. Поэтому вы должны верить, что именно здесь, на земле Казахстана, не будет ни одного человека, который бы не стал успешным в Атаме. Вы должны верить в это. Как я уже сказал, начиная с запада на восток три раза я сделал большой тур. Я все города Канады помню наизусть. Бэнкубор, Кэллоуа, Кэлгори, Эдмонтон, Униппек, Ризайна, Лондон, Торонто, Отауа. Все города я помню. Потому что я был в каждом этом городе. Один человек, два человек, пять человек, семь человек, десять человек приходили на семинар. А сейчас, настолько много там успешных людей, я уже туда не езжу. Поэтому все, кто сегодня первый раз пришел, если вы будете думать так, как думал я, вы обязательно станете успешным. Конечно. На тот момент, очень плохой подготовка, поэтому были неудачи. Но мне кажется, на земном шаре нет такого человека как я, особенно из Кореи, который так часто ездил в Канаду и в США. Сейчас все готово. Сейчас компания выросла вот так, и уже все они знают. И сейчас уже люди стали лучше жить. Сейчас, например, вам очень, наверное, хорошо помогает, например, такое как корейская волна, К-драма, К-бьюти, К-фуд. Иными словами, вам очень легко передавать информацию о компании Атоме. Когда я посещал впервые Америку, меня спрашивали, американцы. Они меня спрашивали, ты что, японец? Я говорила, нет. Они потом говорят, ты можешь быть китаец? Я говорила, я кореец. А потом начинаю, ты с северной Кореи или с южной Кореи? Но на то время о Корее мало кто знал. А сейчас в какую точку земного шара вы бы не поехали? Все знают, что такое Корея. Это означает, что атмосфера вокруг бизнеса очень сильно изменилась. Я хочу, чтобы вы использовали этот хороший момент. Но если вы даже и в такой хорошей ситуации не станете успешным, вам нельзя жить. Это шутка. Теперь я хочу рассказать действительно о причинах, почему вам надо заниматься Атомом. Я прочитал в последнее время очень сложную книгу. Это «Конец старости». Я вам сейчас расскажу, о чем эта книга. Но в этой книге говорится о том, что продолжительность жизни людей будет увеличиваться. Иными словами, где-то на 30 лет мы все будем жить дольше, чем сейчас живут люди. Я знаю, что дату и год рождения нашей Ольги. Я знаю, что год рождения нашей Ольги. Вот её поколения будут жить до 120 лет. Аминь. 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 Я знаю примерно возраст Лазимира, он где-то до 130 лет проживет. Но это не просто такие пустые слова. Я вам расскажу основания для этого. То есть если придумают такое компьютерное управление, то вы еще проживете где-то на 10 лет дольше. Если вы измените свое питание, то ваша жизнь продлится еще на 5 лет. И еще через 15 лет, теперь уже искусственный интеллект будет вам говорить, что вам нужно есть для улучшения своей жизни на утро. Это писатель, кто написал эту книгу, это очень известный ученый, который изобрел теорию старости. Иными словами, теперь выйдет вакцина, которая будет предотвращать вашу старость. Вот здесь вы видите название, рапомицин. Это уже вышла такая вакцина, которая уже продлевает вашу молодость. И через 10 лет, все органы в человеке можно уже будет менять. Иными словами, вот это является основанием для того, что человечество будет жить дольше. Это говорит о том, что вы должны позаботиться о своем будущем. Вот об этом говорит этот ученый. Если он посмотрел статистику, Бу자가 гаданжа по 15 лет больше живет на 15 лет, чем бедный. Это четкая статистика, это правда. Например, наш империал мастер, Ким Йон Сук, она же богатый человек. Например, если ее друг или подруга проживет до 100 лет, Это означает, что Ким Йон Сук, империал мастер, проживет еще на 15 лет дольше. Это означает, что если вы хотите жить дольше, вы должны быть богатыми. Я сейчас говорю о том, что парадигма жизни будет меняться. Иными словами, уходить на пенсию в 60 лет, это уже не соответствует нынешней ситуации. Это говорит о том, что человек не может теперь жить только на одну профессию. Он должен иметь несколько профессий. Это говорит о том, что если в 60 лет вы уйдете на пенсию, вам государство еще 60 лет пенсию платить не сможет. Так как будет удлиняться ваша жизнь, государство не сможет нести ответственность за это продолжение жизни. Поэтому вы должны сейчас знать об этом, и вы должны сами взять ответственность в свои руки. Вы должны очень ответственно подумать насчет этого. Вот этот человек, который сделал это исследование, там только под ним работают 200 ученых. Он говорит о том, что скоро наступит такое общество. Поэтому вы должны тоже изучить этот вопрос, и подумать, станет ли компания Атоми или бизнес Атоми альтернативой в будущем для вас. Сейчас я вам рассказал о причине, почему вам надо заниматься этим бизнесом. Теперь вас должен интересовать другой вопрос. Если я буду заниматься бизнесом Атоми, я действительно стану успешным. а теперь я вам расскажу об этом. 15 лет назад Атоми никто не знал о компании Атоми. Но это огромное количество. И вот за это короткое время компания очень сильно разрослась. Это не чудо. Это действительно произошло. Почему компания Атоми неустанно развивается? И почему столько много успешных людей в этой компании? Как вы думаете, почему компания Атоми развивается намного быстрее, чем другой MLM бизнес? Вы это должны знать. Вы должны это понимать. После этого вы сможете быть уверенным в этом бизнесе. За это время, конечно, компания набралась очень большого, ценного опыта. 14 лет назад, когда компания Атоми была намного меньше, чем офис Казахстана, сейчас, спустя 14 лет, вы видите такое грандиозное развитие. В чем заключается причина такого успеха? 앞으로 여러 전 세계е 이 Атоми 알아보고 여러분들이 몰래 올 거예요. в этой компании и придут к вам. Для того, чтобы и вы тоже не выглядели просто голословно, в компании готовят политику. Что делать? Чем старается компания? Мы не берем долг в банке. Почему? Для того, чтобы гарантировать вам успех. Для того, чтобы сделать нашу компанию компания, которая будет развиваться 100 лет. Из 500 компаний в Корее, из дистрибуционных компаний, наша компания занимает первое место по прибыльности. Буче, которая 가장 낮은 기업е. И кредиты в банке, ноль, долгов нет у компании. 그러니까, 우리 평가가, 우리 회사 평가를, 저기, 뉴욕, 월лстит, с하는데, Триппуль А, Триппуль А. И поэтому, нашу компанию, когда оценивают по статусу кредитования, нам, где-то там, на Уоллстрите, дают 3 плюс, A, 3 плюс. и дают такую оценку что все компании даже если разорятся эта компания будет разоряться в последнюю очередь иными словами если ЧТТП там не сделает что-то еще круче то эта компания никогда не разорится сейчас компания пишет эту историю когда я такое говорю больше всего радуется за это империал мастер Ким Йон Сук потому что она хочет еще сто лет зарабатывать вот сейчас еще два ваших края мастера аплодируют это аплодируют сейчас те люди которые уже достигли успеха но интересно аплодировали ли они в начале когда начинали этот бизнес это другая отличительная черта наша компания и так же наша компания преследует философию абсолютного качества абсолютной цены да так же именно такая политика по стратегии продукции делает вас успешным поэтому здесь нет обязательных условий которые заставляют вас покупать здесь появляются добровольные вторичные покупки те люди которые любят и пользуются постоянно нашей продукцией они становятся дистрибьютерами компании и эти дистрибьютеры они становятся успешными людьми есть доказательства вы зайдите на сайт компания АТОМИ и послушайте выступления успешных людей из дистерых успешных людей девять человек пришли в этот бизнес и стали успешным только из-за продукции продукция компания АТОМИ это инструмент для вашего успеха второе наши компании нет обязательных условий нет обязательного пакета и месячных обязательных закупов это означает что все люди могут регистрироваться в нашем компании именно благодаря этому условию наши уровни могут отпускаться до бесконечности вот сейчас если вы посмотрите структуру империал мастера Ким Йон Сук вы увидите сколько у нее миллионы людей под ней сейчас она сама лично ни одного человека не рекрутировала в Казахстане но дошло до Казахстана потому что у нас нет месячных обязательных закупов почему это важно потому что вы должны верить в это Ким Мунгем он очень усердно работает он и понятия не имеет что под ним появился какой-то российский дистрибьютор который работает еще лучше чем он вот такие вещи происходят в Аттаме поэтому успех вам гарантирован 다른 회사 это все учитывая 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 돈 во всех остальных МЛМ компаниях вам нужно платить пакет за пакет вам нужно обязательно покупать что-то муандер не учитывая если не верите сами узнаете потому что то что в Аттаме вы будете успешным причина заключается именно в этом потом такие семинары проводят для вас компания в других компаниях лидеры проводят такие семинары если лидер хочет провести такой семинар он должен быть способным человеком и лидер должен иметь деньги для того чтобы собрать этот семинар здесь не нужно вам иметь денег и способности здесь все за вас делает компания почему потому что эта компания хотела сделать успешным даже тех людей у которых нет способности если вы посмотрите успешных людей в Корее они являются доказательством того что я сейчас сказал если вы посмотрите кто сейчас в Корее успешный это есть люди которые даже школу начальное образование не получили если бы компания заставила их лично проводить семинары они бы никогда не стали успешными так же 정확하게 정보를 제공 поэтому вы должны видеть такие факты есть в Корее краунмастер я сказал ты будешь читать лекцию у тебя время один час дал ей микрофон она за 10 минут закончила она даже ходить толком не могла ей было тяжело я сказала а как ты собираешься бизнесом заниматься я занимаюсь бизнесом атом имею в руках телефон как вот сегодня закончится семинар например приходит в центр я спросил сколько человек партнеров приходит на семинар от твоей ветки 45 она сказала что я арендую 5 автобусов 45 местных больше 200 человек она приводит на семинар когда в автобусе они едут на семинар партнеры спрашивают у спонсора как мне это делать за консультацию обращаются она очень просто говорила отвечала я из-за того что я старая даже если я сейчас что-то вспомню я тут же забуду поэтому ты сам иди на семинар и сам слушай и вот таким образом она стала успешной я тоже может быть я не понимаю но ваши партнеры могут понять это есть как раз сила тех семинаров которые проводят компания когда она стала краудмастером я я ее награждал на сцене я в задней сцены спросил сцены сцены какой у вас впечатление Это все сделала компания, что у меня такой доход. Этот человек, что она сделала для своего успеха, это то, что она только приглашала своих партнеров на семинары. Если кто-то сейчас в этом зале думает, что вы не способны и вы не сможете ничего сделать, попробуйте это сделать. Делайте так, чтобы ваши партнеры постоянно посещали семинары. Если вы не сможете стать успешным, ко мне придите. Я буду отвечать за те слова, которые я вам сегодня здесь сказала. Если вы 300 человек посадите сюда на семинар, вы обязательно станете успешным. Я хочу сказать, насколько важны семинары. то, что я вам сейчас рассказал, это все отличительные черты нашей компании от других. И именно эти параметры делают вас успешным. Ну, ну, там, верхний предел, может быть, есть в других компаниях. И АТОМИ, наверное, через несколько лет уже откроет свои представительства в 50-100 странах мира. Я был у основания компании, с самого первого дня. В то время я уже рисовал в своей голове будущее нашей компании. Через 10 лет, Компания АТОМИ станет компанией, где больше всего количество успешных людей. Сейчас уже эта компания гордится тем, что у нее много успешных. И в каждой стране АТОМИ это будет самая лучшая компания. Это станет первой дистрибуционной компанией в мире. И совсем скоро наша компания даже станет первой среди МЛМ компаний. И когда мы этого всего достигнем, как у нас есть цель управления, наша компания станет первой классной компанией в мире. Я вам рассказываю о такой компании. А теперь вам остается только проверить мои слова, правду я вам говорю или нет. Сейчас очень много способов узнать об этом. Спросите у тех людей, которые уже достигли чего-то об этом. Посмотрите видеоролики, которые говорят об этом. Посмотрите соцсети, там тоже об этом говорится. И поэтому, если вы это все проверите, то у вас будет уверенность. И именно вера в этот успех сделает вас успешными. 100%. 100%. Вы начали, когда вы думаете, «А, я обязательно 100% 성공할 거야». Такой бизнес-то нет. Нет такого бизнеса, где вы в самом начале были 100% уверены в успехе. Я в 미국 году, «А, это обязательно 100% 성공할 거야». Так что я не думаю, что я не думаю. Когда я был в Америке первый раз, у меня не было такого, что наша компания 100% станет успешной. Я просто подумал о коэффициенте успеха. Какой коэффициент успеха, и начал этот бизнес. 15년이 지난, 지금 현재 미국은 어마어마하게 커지고, 성공자들이 계속 나오고 있는. И спустя 15 лет, даже в той же Америке, где было очень маленькое развитие, сейчас там очень бурно развивается бизнес-то. И именно такие вещи будут тоже в Казахстане. Да, через 3 года уже здесь этой сцены будет не хватать для того, чтобы разместить всех лидеров. 10 лет прошло. Как вы думаете, сколько лидеров будет в Казахстане? Поверьте моим словам, что через 10 лет все, кто находится в этом здании, вы все будете членами лидерского клуба. Когда я начинал бизнес АТОМИ 15 лет назад, похоже было на Казахстан. 10 лет назад, лидерского клуба 1000명이 넘어. 그러면 여기 Казахстане 그런 일이 벌어질 거 아니에요. поэтому я вам сейчас уверенностью говорю, что через некоторое время и у вас будут тысячи лидерских клубов. я слышал, что сегодня 700 человек пришло. А, 나도? 여기에 해당이 될 수 있구나. и вы тоже должны себе сказать, что у меня тоже есть надежда на успех. Верьте в это. Ну, надо усердно работать. Посмотрите, сколько доказательств. я вам с уверенностью заявляю. Почему? Потому что я был свидетелем всего. А вы же не видели этого всего. 본 사람 얘기를 믿으시라고. Вам сейчас нужно верить тому человеку, кто видел это все. 물론 안 보고 믿는 분이 복이 있어요. Конечно. Если вы даже это все не видите и вы верите, то вы действительно очень счастливый человек. 지금은 이렇게 так 본 사람이 얘기를 하고 но вы видите меня, который видел все это. 이렇게 성공한 분들이 다 증거가 있잖아요. И вы видите, что перед вами сидят доказательства моих слов. 있는데도. поэтому вы уже видите, уже должны верить в реальность. 나는 못 믿겠어. Кто-то из вас будет, наверное, сидеть и говорить я не верю. 이러한 분들은 억ки를 바람다. Я надеюсь, что не будет такого человека сегодня в зале. 한번 읽어주실래요? Если ваш сегодняшний день связан с атомией, то вы довольны или нет? Если ваше будущее переплетает с завтрашним днем атомии, это счастье и свобода. Если ваши сто лет переплетаются со ста годами в атомии, это мечта и благословение. 아마 오늘 처음 오신 분 첫째 문장 не понимает, о чем идет речь. но, может быть, мастера продаж чуть-чуть начинают понимать. ваше предложение и те, кто в это верит, компания будет помогать вам развиваться. Это означает, что ваши намерения очень важны. 시작 это ваше намерение. Вы должны со страстью поступить. Вы должны потеть. Если вы хотите получить результат, вы должны терпеть. и эти вещи сделают вас успешными. Когда я открывал Америку, я тоже очень много терпел. И сейчас я вижу результат своего терпения. Это бизнес АТОМИ. Я всем желаю успехов в АТОМИ. У вас есть бизнес АТОМИ. Вы используете этот бизнес. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok